Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и друзья мои, посмотрите, что выложили на продажу. Набор ТС-60 и Астрон Рекс. Астрон Рекс у меня в коллекции есть, а вот ТС-60 всегда была моей мечтой с момента, как в игре появилась. Я очень хотел себе данную ПТ-ху и удивлен, что разработчики так быстро выставили ее на продажу, еще и по нормальному, адекватному ценнику, если покупать ее отдельно. Да, если вы покупаете за 15 тысяч набор, то любители ПТ-воды получают крутую, классную, как мне кажется, интересную ПТ-шку с задним расположением рубки и получают себе Астрон Рекса, те игроки, которые любят средние танки и любят играть на барабанах. Хотя, безусловно, если сравнивать с Бураском, ну или другой какой-то барабанной машиной подобной, то, возможно, Астрон Рекс в чем-то проседает. Но, в целом, за 15 тысяч, а именно по 7,5 тысяч за восьмерку, каждая из которых по-своему годная, это нормально, прикольно и вполне себе адекватно. А плюс к тому, учитывая то, что на машины вы получаете себе два обвеса, крылья ночи и получаете себе Тессеракт, что не считается мною лично самым крутым обвесом, но уже большое спасибо. Два слота в ангаре, это само собой. Есть Х5 в количестве 30 штук, причем на любые танки, что существенно поможет вам прокачать какую-нибудь веточку, в которой вы сейчас идете к десяткам. Открытое оборудование позволит вам сэкономить в районе 4-4,5 миллионов серебра. Это тоже довольно-таки немалая сумма и плюс к тому, вы получаете два легендарных камуфляжа на каждую из этих машин. ТС-60, который действительно подходит, вот этот строгий, и я бы сказал, в чем-то, ну знаете, такой сдержанный и, если можно так сказать, лаконичный внешний вид, мне лично нравится. Что касается Астронрекса, на любителя мне лично не сильно заходит такая пестрость, но все-таки о вкусах не спорят, поэтому ничего говорить в противовес данному внешнему виду не буду. Вот просто он есть и есть. Ну и плюс к тому еще есть вот этот неанимированный аватар, который цены не имеет, поэтому его даже оценивать не будем. Моя личная проблема заключается в том, что ТС-60 я очень себе сильно хочу, ну а что касается Астронрекса, то он у меня на аккаунте есть. Если бы на аккаунте его не было, то понятное дело, что я бы покупал в составе набора. Ну а что же касается ТС-60, то я готов вполне спокойно отдать за эту машину 10 тысяч, потому что мне она действительно в край нужна. Мечта все-таки должна быть реализована и пускай это будет позже, чем хотелось, но раньше, чем могло бы быть дешевле. Но в целом ничего страшного. Покупаю и буду радоваться тому, что данная тачка у меня в ангаре появляется. Итак, вот вам Астронрекс, который у меня есть, ну а вот ТС-60, которого мне начислили. Не будем тратить время на то, чтобы его настраивать, сейчас просто перейдем на мой пресс-аккаунт и там выгоним машину из ангара и посмотрим вместе, почему же я хотел именно эту ПТ-шку и почему она была в списке тех желанных машин, список которых я составил. Ну что, побежали? Итак, ТС-60 на моем пресс-аккаунте. На основном аккаунте у меня еще будет время ее настроить, так как мне это будет нравиться. Стоит отметить, что мне лично очень грустно от того, что я не получаю вот этот внешний вид. И вопрос не в том, что он мне прям заходит тем, как он разукрашен. Нет, вопрос не в гамме цветов, которые здесь были использованы. А вопрос заключается в следующем, что когда машина у вас без вот этого легендарного камуфляжа, то выглядит она следующим образом. Обратили внимание, пропали вот эти вот типа защитные экраны. Да, появляется пулемет, но при этом пропадают экраны. Устанавливаешь камуфляж, пропадает пулемет, появляются экраны. И честно говоря, здесь разработчиков я не понимаю в своем обзоре на данную машину, когда она только появилась в игре, я об этом говорил. Но могли бы пулемет в принципе как в обвесе-то и оставить. В конце концов денег он не стоит и идет в комплекте с машиной изначально. Но вот эти вот дополнительные экраны, они порой вводят в заблуждение игроков. И те думают, что эти экраны действительно на что-то как-то влияют. Да, пускай этих игроков не так уж и много, но все-таки какая-то доля игроков все-таки таких присутствует. Короче говоря, по поводу внешнего вида вроде бы разобрались. Давайте разберемся, почему я хотел себе данную ПТХу. Ну, во-первых, интересный геймплей, потому что не так уж и много ПТХ у нас в игре, которые имеют заднее расположение рубки. А на восьмом уровне я вообще таких не припомню. Это первое. Второе. Очень комфортное и интересное орудие. Да, не сильно бодрое время сведения, которое с установленным оборудованием в двух слотах на улучшение данного показателя, имеют более 4 секунд, а именно 4,3. Но при этом разброс 0,35, можно сказать, и довольно-таки интересный ДПМ в 2900, практически 3000. Все благодаря тому, что вы накидываете по 380 единиц урона за выстрел и делаете это менее чем за каждые 8 секунд. В том числе у вас есть как плюс 242 мм пробития на базовом снаряде, кумулятивные на 290 и плюс еще есть осколочно-фугасные с не очень хорошим пробитием и, я бы сказал, вообще никчемной цифрой по разовому урону на осколочно-фугасных в 410. Это действительно очень мало, поэтому как фугасницу данную машину использовать, ну, такое себе, разве что для того, чтобы кого-то добрать. Плюс кому стоит отметить, что здесь минус 7 угол склонения орудия вниз. Это действительно очень удобно и комфортно. Ну, а что это по факту представляет собой в бою, поехали, попытаемся посмотреть вместе. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Давайте буду делиться своими ощущениями от ПТшки и попытаюсь объяснить, почему я был готов заплатить за машину на своем основном аккаунте 10 тысяч, при том, что, откровенно говоря, считаю, что данная машина должна стоить тысяч восемь. Ну, пускай восемь с половиной в голом состоянии. Да, это новая тачка в игре. Да, она уникальная, да, она интересная, но при этом всем, ребята, это восьмерка. Ну и, соответственно, 10 тысяч, это для нее такая, знаете, завышенная цена, для того, чтобы вам было интереснее приобретать себе именно наборчик, если Астронрекса у вас нет. Ну и, соответственно, таким образом снижать цену, усредненную на машину, до, допустим, семи с половиной тысяч, если в семь с половиной оценивать того же самого Астронрекса. Я готов заплатить за данную машину по одной простой причине, потому что данная тачка, когда появилась у меня на тесте и еще не была введена в игру, произвела на меня несгладимое впечатление. Она действительно мне очень сильно понравилась. Потом, когда машина появилась в игре, я, ну, просто ее хотел себе на основной аккаунт, потому что понимал, что она собой представляет. Я играл на этой машине на пресс-аккаунте, уже в стандартном, типичном рандоме, а не на тесте. Ну, хотя там я тоже тестил ее, в принципе-то, в обычных рандомных боях, а не на отдельном серваке. Но в любом случае мне захотелось, да. То есть я понял для себя, что это та машина, которая входит в список там из, грубо говоря, десяти танков, которых еще нет у меня на аккаунте. Эти танки разных уровней абсолютно, начиная от Коро 45 тонн на десятом левеле и заканчивая машинами какого-нибудь седьмого, либо даже шестого уровня. Ну да, вот такой вот я любитель. Так вот, именно из-за того, что мне очень сильно хотелось себе данную машину, я был готов за нее сейчас переплатить. И да, я понимаю, что две тысячи голды, они на дороге не валяются. С другой стороны, для меня лично, две тысячи золотом, это, допустим, дополнительный месяц просмотра рекламных роликов по пятьсот голды в десять дней, и того раза, четыре раза по пятьсот голды, и, в принципе, своих два косых я вернул. Но при этом всем я уже играю на машине, о которой мечтал. Именно поэтому я был готов за нее переплатить. Если бы данная машина мне не настолько сильно нужна была именно как хотелка, то я бы, понятное дело, подождал бы, пока машинка немножечко спадет в цене. Что мне нравится в этой машине? Заднее расположение рубки позволяет отыгрывать бортами, которые имеют приведенную броню, и, соответственно, получать непробитие. Многие ПТ-хи вам это вам позволить не дадут сделать, ну и, соответственно, будете отхватывать на орехи, пытаясь как-то танковать ромбиком там и так далее, и это не сильно бодро у вас будет получаться. Что касается орудия. Мне нравится время перезарядки. Оно очень комфортное, менее восьми секунд. Очень точная пушка. Имеет достаточный угол склонения вниз, что позволяет качественно выцеливать соперников. Имеет приятное время сведения. Да, хотелось бы, чтобы, понятное дело, чуть-чуть быстрее, но я понимаю, что это нереально, это невозможно. Все-таки, в конце концов, это ПТ-ха, которая наносит по 380 единиц урона и перезаряжается меньше восьми секунд. Поэтому требовать от нее, чтобы она еще и сводилась, ну, не знаю, там, как ЛТ какой-нибудь, ну, это совсем уже будет перебор. Короче говоря, ПТ-ха бодрая, классная, мне очень сильно заходит. Она очень результативная, если вы никуда не торопитесь, если вы любите вот такую вот спокойную, монотонную игру, то, поверьте мне, данная машинка придется вам ко двору. Но это сейчас я, конечно, протупил вопросов. Нет, к ПТ-шке это не имеет вообще никакого отношения. И скажу вам откровенно, на данный момент я играю на пресс-аккаунте, я играю на этой же ПТ-шке, и, в принципе, играю с теми же чувствами, с которыми играл и раньше, с чувством удовлетворения от самого игрового процесса, но скажу вам, ребят, положа руку на сердце, меня прям всего колотит, трусит и руки чешутся, перейти на свой основной аккаунт, настроить там данную ПТ-ху, и на основном аккаунте начать на ней играть. В чем разница? Не знаю, серьезно. Но вот само ощущение и желание меня не покидает. 2300 единиц урона. Да, я никого не уничтожил, но, ребят, при этом все, я получил массу удовольствия, и эти результаты я смог сделать, параллельно общаясь с вами. Я практически не отстал от лидера нашей команды, и мог вполне спокойно находиться на первом месте, и если бы не тупанул, то еще и последний фраг был бы мой, но бог с ним, с последним фрагом, и бог с ним, с количеством настрела. Я покупаю машины не для того, чтобы придерживаться каких-то статистических показателей. Я покупаю танки для того, чтобы на них получать удовольствие, и на данной ПТ-хе я действительно это удовольствие могу получить, а значит, я не зря потратил своих 10 тысяч на основном аккаунте, чего и вам желаю, если вы любите такой вариант игры, и вы любите ПТ-шки. Поверьте, эта ПТ-ха действительно сможет вас удивить своими возможностями, ну и, соответственно, тем геймплеем, который вам предоставят. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, или, как написали мне в комментариях, я медленно пополз для того, чтобы заснять какой-нибудь видосик, а один из зрителей удивлялся, почему я постоянно куда-то бегу. Да потому что я хочу сделать все максимально быстро, чтобы вы максимально быстро получали от меня информацию по поводу того, что в игре происходит, и эта информация всегда честная и правдивая. Следующий видос у нас про Астрон Рекса, выкатим его из ангара и посмотрим, на что машина способна. Если вдруг не хотите ждать выхода свежего видео по Астрон Рексу, то там внизу в описании я добавил предыдущий видосик по нему. Заходите, посмотрите. Я думаю, вам понравится и будет полезно в принятии решения, покупать набор или отдельно Астрон Рекса, или нет. А по поводу ТС-60 свое мнение я уже высказал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok